В железнодорожном районе утром понедельника на одном и том же участке улицы Промышленной произошли две аварии с машинами скорой помощи. Водители спецавтомобилей в столкновениях были не виноваты, брать на себя ответственность за случившееся. Не хотели и автолюбители, разбившие свои иномарки. Все претензии были адресованы исключительно дорожным службам, которые не уследили за состоянием проезжей части. Неожиданное потепление в первые дни декабря обернулось серьезным гололедом, превратившим асфальт в самый настоящий каток. Дорогу посыпали песком уже после того, как разбитыми оказались пять машин. Первой в просаг попала 35-летняя хабаровчанка на ходе «Инсайт». Горожанка везла сына в школу. Она двигалась со стороны улицы Карла Маркса в направлении восточного шоссе со скоростью около 40 км в час. Управление женщина потеряла в том месте, где дорога делает поворот. Машина вообще неуправляемая, то есть ее крутило тут вообще по встречке со страшной скоростью, как бы вот только мелькали вот так деревья. Ну я все уже, я уже ничего не могла. Пыталась, конечно, там как-то вырулить. Ну все. Я просто поняла, что мы остановились уже от что-то. Остановилась «Хонда» на встречной полосе после лобового столкновения с «Газелью скорой помощи». Во время аварии в гибридной иномарке сработали подушки безопасности. Тем не менее, ехавший на переднем сиденье 16-летний сын авторубительницы сломал палец. Пострадавшему вызвали еще одну бригаду врачей. Приехавшие на вызов медики, припарковали форт у противоположной от места ДТП обочины. Пока врачи занимались раненым, произошла еще одна авария. Водитель Ниссана Ванет потерял управление над микроавтобусом ровно в том же месте, где и хозяйка Инсайта. Как это было, записал регистратор автовладельца. На этих кадрах видно, что на повороте машину начинают заносить, и мужчина отчаянно пытается выровнять траекторию движения иномарки. Безрезультатно. Неуправляемый Ниссан врезается в заднюю часть скорой. На этом череда столкновений не заканчивается. В пределах своей полосы не удержал машину и ехавшись за Ванетом водитель пробокса. Иномарку этого участника ДТП после удара о микроавтобус отбросила в кювет. Автоинспекторы оформили две аварии. Вторая, где разбитыми оказались три машины, обошлась без пострадавших. С места происшествия Юлия Рябцева, Ольга Кошелева и Леонид Булдегеров.